Начинаем работать с Михаилом, продолжаем, обтраиваем. В данном случае можно видеть действительно правильное изучение направления классов. Большинство людей изучают классы неправильно, и в принципе это сказывается. И сейчас я покажу, как это сказывается, а потом продолжим с Михаилом. Вот парень. В данном случае в статье описано, что парень является руководителем инженерного отдела. В результате он тестирует человека, 22 год был, но человек занимается давно программированием. И они приходят к тому, что в данном примере, который они создали, оказалось, что и тот, кто тестировал, и второй, оба оказались неправы. Почему? Они не поняли, не знали, в чем заключается разница между атрибутами класса и атрибутами экземпляра. В чем здесь плохо, что это выяснилось через столько лет, а такого не должно быть. Это говорит о том, что начало изучения классов было совершенно неверным. Хотя логически, если следовать документации, то неверным оно не может быть, но для этого требуется направление. Иными словами, шел, как обычно, почитали там на следование, пробежали атрибуты и все. И на этом все закончилось. Михаил отвечает на вопрос очень верно, потому что на самом деле класса имеет всего два вида операций. Ссылка на атрибут, создание экземпляра. Все. Больше ничего нет. Соответственно, исходя из этого, когда мы понимаем, какие операции поддерживают классы, можно выстроить все обучение грамотно и правильно. И тогда будет все верно. В любых других случаях всегда будут пробелы, которые приводят к тому, как я показывал вам в примере только что, где это привело к тому, что через много лет, оказывается, не знают банальные вещи, которые, в принципе, недопустимы. Что можно говорить о профессиональном коде? Ничего. Спасибо тому, парню, за честность. Секундочкой воспользуюсь. В такой момент. Ребят, значит, мы работаем с Михаилом в индивидуальном порядке. Вы можете зайти на сайт spb.letut.ru и посмотреть индивидуальные планы. Лучший вариант иметь доступ и к школе, нажать DevHackers, там и DevHackers, и Python, и Django, и взять план индивидуального обучения. Тогда будет обучение быстрым, но продуктивным. Дальше смотрите видео. Оно не для новичков сегодня. Но, тем не менее, новички могут понять сам смысл. Потому что... В общем, поехали по делу. Миш, сразу кол с минусом. Вы забыли про исключение. То, что вы написали дальше, я всё прочитал. Да, всё верно, ваши задумки. Только код без исключения. Это не код, а обычная ерунда. Здесь всё правильно. Что хорошее? В данном случае, по сути дела, Михаил уже пишет программы. Да, он бы мог уже устроиться на работу. Если там на работе люди, которые не читают исходный код, не бывает документации, то Михаил бы им смог доказать, что он действительно программист. Но Миша идёт дальше. Всё делает щепетильно. Мне это в нём нравится. Ну, Миш, про исключение не забывай. А вот дальше, когда идёт описание файла, вот здесь у нас получается Windows Set, да, класс. Windows Set – это класс от, значит, класс от библиотеки Togo, от Russell Locatea Magi. Это вот этот класс. И вот здесь у Михаила чётко видно, что... В чём загвоздка. Вот здесь у Михаила уже начинается загвоздка. Я уже подготовил, Миш, я же сказал, что мне надо немножко времени, потому что я вижу, насколько вы серьёзно относитесь, и мне пришлось довольно серьёзно изучить. Здесь у вас, вы сами поймёте сейчас, у вас нет принципа. То есть, да, за классы мы взяли за старт, начало, есть. А вот тут сразу вылезло, что... А у нас непонятно, по каким принципам мы будем писать сам класс. С чего начать мы поняли. А принципов нет. Ну, давайте я помогу ответить на вопрос, почему этот код хороший и крутой. А вот всё очень просто оказывается. Всё гениальное, всегда просто и всегда на поверхности. Возьмите в импортах и наберите эту строку... В поиске. Вы найдёте коллекции. Вот он, это Apple Set. Обратите внимание. Профессиональные программисты, такие как разработчик, ведущий разработчик Django, Russell, Kate, Maggi, у него, как вы заметили, код всегда очень высокопрофессиональный. И здесь, когда требовалась операция с окном, он не придумывает свой код. Он берёт идеально, идеально проработанную конструкцию, готовую, где мы откроем сейчас и видим Set, да, то есть, это множество. Здесь вот, если вы посмотрите своё описание, то, конечно, написано полный бред. Здесь надо работать. Миш, я вас понял, что вы выражали, но если вы будете работать с обществом профессиональных разработчиков, да, то здесь, конечно, получится ерунда. Смотрите, в данном случае, в классе мы наследуем, мы Table Set, значит, мы будем, функционал последовательности, в конце ниже мы видим добавление, удаление множества окон. Это класс. Уникальным элементом, вот тут вы не объяснили, я сейчас вам помогу, я здесь, в этом момент, позволяет объекты вести себя как последовательность. Михаил, это крайне неправильно, запомните это, это крайне неправильно. В данном случае, если брать относительно языка, вы же сами раньше писали, я вам задаю вопрос. Что? Вы же отвечали, да, я еще раз задаю вопрос. Вот смотрите, вы отвечали, вы знаете, о чем я говорю сейчас. Я вам задаю вопрос. Так, исключение вы поняли, да, вот тут еще доставлю вопрос. Что определяет операции с объектом? У вас есть ответ. При этом, что определяет? Подумайте над этим еще раз. Потому что вы ответили, да? Вы ответили. Да, правильно, но это была не ваша мысль. Я имею в виду, это вы ответили, но вы не делаете, не придерживаетесь этого. Потому что далее в коде, ниже я вижу, что у вас появляется множество, да, множество, что это. Но то, что это множество, вы не указываете. Вы путаете множество с последовательностью. На самом деле, там есть большое одно отличие. И его даже можно в таблице увидеть, на самом деле. Поэтому, задание, которое вам еще я даю, разобраться между множественными, множественностями. Множествами и последовательностями. Это надо разобраться. Если мы посмотрим Mutei и Apple Set, то это те классы, которые обслуживают. Здесь конкретно Set, у нас следовательные методы Set. Вот эта средняя колонка, если мы посмотрим, абстрактные методы, да, то есть те абстрактные методы, которые будут переопределяться. Да, мы еще не дошли, но просто я вам объясняю. Прежде чем разбираться с абстрактным методом, мы будем разбираться с отличием метода интерфейса. Далее это Mixing, да, добавка. То есть, иными словами, те методы, которые и переопределяет в своем случае Russell Kate Maggi, да, то есть что он с ними делает. Это то, что обслуживает класс. Так вот, эти методы составлены таким образом, чтобы подчиняться принципу Solid, которого у вас как раз и не хватало на данный момент. Вы можете набрать Solid, потом это вообще C++ растут ноги, потом набрать Solid Python, и у вас это будет задача, одна главная. Это большая будет работа, поэтому я много заданий давать не буду. Python. Найдете многие информации, но я хотел бы заострить ваше внимание пока на одном фрагменте. Каждая из букв объясняет один принцип, но вас должен сейчас интересовать только первый принцип. Это принцип «Единая ответственность», который мы сейчас посмотрим. Если сейчас, а вы как раз дальше мы рассмотрим, будете рассказывать, как вы пишете, собираетесь писать собственный код, да. Так вот, здесь я вам тоже помогу. Почему? Потому что здесь тоже у вас это выпадает, сразу видно, да. Иными словами, хорошего кода у нас не получится. Я понимаю сейчас новичков. Понимаете, новички сейчас, наверное, смотрят на монитор и думают, нифига себе, я и слова не могу не написать. А он, Михаил в данном случае, описывает все круто. При этом получает от Бовсуновского кол с минусом. Но кол с минусом, Миша знает, за что получил. Я совершенно не ставлю кол с минусом. Да, вот за это я отставил, но я не ставил бы, что он не знает метода солид, мы к нему придем. Миша знает, за что получил, потому что прекрасно. Мы с ним, он долго разбирался и хорошо разобрался, что общего между классами, экземплярами, методами и функциями. И из этого сделал вывод порядку изучения языка. То есть, есть один метод изучения языка через исключение. И он его здесь выбросил. В конце там я нашелся. Да. Ладно. Возвращаемся. Итак, Миша, здесь, на примере этого класса мы сегодня с вами должны понять три принципа. Этот код очень крутой. Почему? Потому что такие люди, как Рассел Кейт Маги, профессионалы высшего класса, они не придумывают. Они делают то, что идеально в данной ситуации. Если взять вообще код Тога, вот я знаю, что ребята, которые читают спокойно код, такие как Дмитрий Свой Торнадо, такие ребята, как которые начали именно опираться, и Краснова. то есть ребята эти, они заметили, что код очень чистый. И он действительно в данном случае очень чистый. На самом деле класс Windows Set, который вы вот сейчас видите, вы четко понимаете, что он может быть использован в любой ситуации. Просто будут поставлены свои переменные. Итак, первое. В данной ситуации Рассел Кейт Маги просто определил, что ему не надо то, что делает последовательность, ему достаточно то, что делает множество. Вы в этом разберетесь. Поэтому вот эта формулировка должна полностью измениться. И больше вы не должны путать множество и последовательность, потому что сами принципы, большинство их схожи. Да, есть итерации, есть подсчет, но кое-чего здесь нет. Кое-чего вы даже здесь немножко не учли. Я сейчас это подсказывать не буду. Разберетесь. Второй момент. Помните, я говорил, что вам надо при написании своего кода и при чтении своего кода начать обращать из принципа соли всего на одну вещь. в начале, потом остальные все вещи потиху подтянутся. Не надо все брать с копу. Принцип единой ответственности. Иными словами, если мы посмотрим на этот код, давайте его в оригинале посмотрим, то он очень простой на самом деле. Простой для программистов. Абсолютно программист, который работает с сайтом и понимает профессиональный код, конечно же увидит в импортах уже вещи. Смотрите, сколько этих вещей он применяет Russell Kate Maggi. Да? Видите? То есть, он применяет конструкции, которые уже настолько профессионально написаны и просто вставляет свою логику, которые вливаются, потому что они здесь к месту. второй момент. В этом классе происходят две вещи всего. Добавление и удаление окна. Это и есть принцип единственной ответственности. Это то есть парное действие. Здесь не делаются какие-то другие действия. Если мы посмотрим на этот класс, то есть первоначальные настройки класса, далее есть основные два метода от дискард добавления удаления, дальше пока мы видим еще два метода, которые добавляет RussellCateMagic метод и ад и суп. И вроде бы это что-то непонятное. Вся магия этих классов коллекции заключается в том, что в них мы можем добавить то, что нам необходимо, но это не должно мешать или ломать в принципе единая ответственность. Сейчас мы это увидим. Все остальные три метода просто обслуживают. И вы это прекрасно описали. И сейчас я сначала произнесу очень важную мысль. Ребят, особенно новички, очень важно, если вы хотите научиться, это надо брать индивидуальное обучение, но кроме этого иметь доступ к урокам, потому что много уроков, которые надо посмотреть, чтобы у вас были знания. Дальше мы оттачиваем, так же, как с Михаилом. Так вот, сейчас я хочу, чтобы вы услышали мысль очень важную. Смотрите, чтение кода не является гарантией того, что вы будете писать профессиональный код. Это первый шаг, обязательный. А теперь представьте, ведь вы то будете, я знаю, как размышлять, большинство людей в этом исходном коде никогда не бывали, там ничего непонятного, им в документации ничего непонятно. На самом деле, вы получите этот ответ чуть позже, и Михаил его дал, как он собирается писать свой код. Но сейчас другое. Первый обязательный шаг это чтение кода. Он нам дает возможность понять язык правильно, потому что вот смотрите, вроде бы в данном случае тога, но когда мы подходим в классах с атрибутов, то мы поймем, что все конструкции разные, смысловые в них конструкции могут быть, то есть все конструкции языка одинаковые, то есть атрибуты везде работают одинаково, меняются только мелкие вещи, которых не так много, смысловые конструкции например значится try, except, то есть то, что Михаилу сейчас в ближайшее время и все остальные if, else, то есть по сути дела есть четыре таких смысловых конструкции try, except, if, else, да, и все, а дальше весь код одинаковый, пока мы не читаем код, понятно, что мы не сможем нормально писать. Вернемся, так вот, изучение самого кода заняло у нас с Михаилом несколько месяцев, но другие всю жизнь мучаются, у них ничего не получается, и копируют, и злятся, я думаю, что проще от трех до девяти месяцев инвестировать, да, раз навсегда разобраться с кодом, при этом Михаил начинает читать код разных языков, потому что все языки схожи, ладно, поехали, это я вам к слову сказал, если мы посмотрим метод иад исуп, этот метод не выбивается, это тоже добавление и удаление, то есть здесь метод стандартный добавление и удаление, который может добавлять и удалять окно, а здесь метод иад исуп это называется сложение на месте и вычитание на месте оператор плюс равно давайте я вам помогу здесь немножко разобраться с этим моментом вот смотрите здесь очень простое приложение тога давайте я вам продемонстрирую все поймете я запускаю окно вот оно запустилось значит класс винтов сет отвечает за то что мы добавляем окно мы нажимаем добавить окно обратите внимание окно действительно добавилось мы его можем удалить мы можем его опять добавить но мы не можем в данном случае вот здесь написано не изменяется размер если мы попробуем изменить у нас не получится изменить размер окна хотя другого получится почему здесь в данном случае применен метод добавления сложения на месте как это работает вот смотрите все очень очень просто мы видим код смотрите нон ресайз виндов контент да не изменять размер окна теперь после этого мы видим вызов окна вот у нас есть создание окна ап да виндовс дальше метод и ап и ад то есть сложение на месте нон ресайз виндов обратите внимание предыдущий код есть у нас метод где вот есть у нас окно до origin и вот здесь до new виндов мы могли назвать как хотели и здесь описывается нон ресайз виндов не изменять размер окна описывается следующим образом указывается позиция размер и так далее да что происходит с этим методом после того как мы пишем метод в данном случае как он получается метод пишется как присваивание но действие метода присваивается левой части в результате мы вроде вызываем сам метод нон ресайз виндов но результат присваивается сложение на месте самому окну левой части в этом великая сила этого метода вы увидели применение в результате что получается в результате получается мы написали метод но он присваивается именно ап виндов самому окну вот видите оно создалось но то что мы описали в этом методе вот оно и присвоилось окну окно то создалось благодаря методу но кроме действия создания окна мы получили еще то что получили новую функциональность размер окна нельзя изменить при помощи этого метода можно столько методов написать что ваше окно будет тут и плясать и танцевать все что угодно иными словами всего двумя методами которые добавлены очень круто Рассел Кейт Маги дал этому классу в своем исполнении неограниченные возможности теперь мы можем создавать окна абсолютно с любым функционалом и они будут делать все что угодно смотрите ведь это просто круто и профессионально и самое главное что вот эти два метода и ад и суп они не противоречат принципу единой ответственности то есть они делают то же самое парное действие добавление удаление просто своим образом но корень действия остается тем же добавление удаление все окна хотя они дают возможность как вы увидели как вы увидели они дают возможность присвоить окну совершенно любые качества да совершенно любые качества но тем не менее они же все равно делают два действия то есть создают либо удаляют окно иными словами действия с окном как видите все гениально действительно просто итак это то чего у вас не хватало здесь поэтому дальше что написано это полный бред но об этом мы говорили принцип solid я вам вбил то есть вам этот класс сейчас надо описать найти принцип solid в python и взять этот класс и проштудировать на принцип solid помните что вначале вам надо научиться учитывать только первые пункты когда у вас получится как я собираюсь написать код следующий момент я бы хотел то что вы написали с атрибута это все класс но я вас попрошу открыть джанго и открыть файл шоркаст я там дал 78 строку найти это get object tor 404 совершенно сбитая функция нас с вами будет интересовать эта строка я видел что вы написали что это все значение тогда я бы хотел убедиться что вы это понимаете и чтобы вы сами убедились хотя объяснение у вас довольно четкое но тем не менее здесь здесь в этом моменте не бывает много поэтому пожалуйста вот этот файл пожалуйста еще раз объясните что там происходит только постарайтесь связать это теперь с той функцией самим исключением что мы вычисляем как мы вычисляем и вы можете в принципе жупитер ноубук сделать отдельный кусок кода сходный да вот что мы делаем меня интересует вопрос да вы написали что у нас есть функция в данном случае name она состоит из нескольких строк кода но мы получаем что да вы это написали но я бы хотел бы проговорили миша я знаю что вы написали я все это видел но мне бы хотелось это увидеть сейчас еще на конкретном примере промышленном понимаете а вот потом на основе промышленного того примера вы пишете такой же код только с исключениями вы меня услышали здесь я увидел да теория у нас пошла все правильно выцепились теперь нам надо подтвердить это на промышленном программировании что мы это видим вы как раз там зацепите что у нас проверяется и после этого что сделать написать уже кода да сходного код это вы можете придумать просто возьмите вот эти конструкции да этот метод написать код с исключениями это я надеюсь больше не надо будет вы что забыли ну Миш так так нельзя так следующий момент а вот тут у меня к вам сейчас тот момент как я вам сказал когда у вас начинается изучение когда вот начали изучать классы начинается серьезное изучение типов типы мы изучаем в три этапа первый этап знакомства человек хватает строки там и числа второй этап когда мы изучаем разбираемся с функциями да и третий настоящий этап мы об этом говорили когда начинается изучение класса в данном случае действительно на типы делается основной упор и мы с вами сделали упор я это видел вы начали с методами вы написали что в работе я вам сейчас подгружу к этой работе еще кое-что я уже написал поэтому стоп миш очень простой код давайте его посмотрим вот у нас есть функция совершенно простая я вопросы задавал вам вот у нас есть несколько строк я просто написал да и дальше есть строка пять строк дальше мы взяли обычную переменную и я у вас спрашиваю это объект почему да вы по объектам отвечали отвечали но тогда нас это я говорил рано 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 мне надо было чтобы вы взяли экземпляр атрибут поэтому сейчас я у вас спрашиваю простой переменной здесь ставим вопрос по видео все будете так ничего у нас не вставилось ладно попробуем по другому это объект почему тогда мы промотаем до конца я хочу еще один вопрос задать мы пишем любое ключевое слово но это у нас как мы видите присваивания здесь нет и оно нигде не определено и получаем понятно что получаем получаем исключение name error name funx и столь definet да тогда я у вас спрашиваю вот здесь вы проделаете потом это да это объект вот я у вас спрашиваю почему да или нет мне надо объяснение полное из чего состоит вам придется рассказать мы говорим как большинство людей говорит в python все объект я вижу что вы начали этим думать но вам просто когда вы начали серьезно работать с типами это должно быть на автомате я знаю что вы давно пытались это делать у вас получалось но я сейчас хочу вот это и то теперь давайте пройдемся по этому коду очень простой вот у нас функция просто здесь смысл что здесь пять строк любые вот тут у нас переменная которую мы спрашивали это объект если мы выводим тоже я видел у вас это мы получаем function function func и адрес памяти все окей берем тип и получаем тип function все правильно повторяем это уже было когда я запускаю тип func но добавляю скобки то есть указываю что это функция то мы получаем int здесь function то же самое действие здесь int миш я увидел у вас я бы сейчас хотел чтобы вы задумались над вопросом вот вы я вам дал задание какое разобраться с методами методами типов и теперь связываем голове и вопрос который задал что же такое этот объект да вот я вам дал переменную которая совершенно простая print то есть если мы выведем ну выведет 5 ну и так логично но здесь мы видим тоже некую переменную ну как мы считаем переменную хоть мы ничего не присвоили объект между этим лежит вопрос то что же определяет операции да над типом и вообще это объект или нет нам же надо с объектом что-то делать думайте я знаю что вы на это отвечаете но задаю не зря поехали дальше давайте разбираться очень простые вещи но значимые вот это у нас переменная понятно что атрибута тут никакого нет если мы берем переменную а которой присвоили 5 пытаемся сделать как атрибут ей func func мы под этим считаем просто нашу функцию которая ни в каком не в классе то вполне ожидаемо что мы получим int объект но атрибуты нет атрибута func но если мы выведем dir а то увидим что имеет куча методов данда если мы все таки сделаем а и атрибут где он делся ой я немножко не то нажал я привык немножко по-другому сейчас я найду этот код я его не то получим int да то есть отработал метод как раз к тому вопросу что как работает атрибут подумайте действительно причем здесь ссылка на объект причем здесь ссылка так пока закомментирую и получим эти же методы то есть что получается получается когда мы взяли кусок то есть взяли переменную которая присвоена 5 и взяли некую функцию любую и решили его сделать атрибутом у нас ничего не получилось по одной простой причине потому что int не имеет атрибута func слушай а можно они врут давай посмотрим по другому а присвоить 6 давай посмотрим что происходит если я возьму так ну ожидаемо должно быть так нет хорошо давай попробуем по другому б присвою func 3 и b и b tpb при этом совершенно не важно сколько здесь строк кода func теперь попробую сделать вот так int отлично давай попробуем сделать так a плюс func func 3 12 15 физику вспоминаешь физика здесь ни при чем там допустим нельзя километры с метрами да нельзя прибавить там обычно километры бывает или километрам граммы там ну помню да я сейчас ты поймешь почему я это делаю обрати внимание я просто привел тому чтобы здесь появился инк типу да но опять же отталкиваясь от объекта что я много не проговорил в другой случае если я сейчас опять попробую давай сделать func 3 func 3 вот так попробую сделать я все равно получаю миш есть что-то глубже что такое атрибут ты очень круто все с атрибутом описал но за исключение кол с минусом это серьезно и ты это тоже описал ведь в такого кода вот типа человек пишет лишь бы писать да потому что не потому что он плохо а потому что он вообще ничего не понимает ему ну вдруг и потом начинает рыться что не так ну давай уберем это хорошо давай к чему там присваивали b поставим int has атрибуты b хотя b у нас вроде бы тип int тоже int вот думай я тебе хочу чего здесь не хватает чего-то здесь не хватает я скину тебе этот файл дальше я пока не порезу ты сам посмотришь ты это все знаешь да единственное что я хотел зацепить это связанный метод но уже как-нибудь потом здесь все очень круто но нет чего-то очень глубинного да это я тебе не скажу но все это есть если вот 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 сесть и начать с исключениями вот я тебе почему говорю здесь нет исключений есть и взять вот произнести вдумчиво что же такое класс операции класса ссылка на атрибут создание экземпляра это разные вещи при этом вы четко отмечаете так о молодец объекты экземпляры поддерживают только один вид операции ссылка на атрибут правильно экземпляр же не можно сам себя создавать миш логика суперская это трудно увидеть это такие простые вещи так как это копия объекта оба же а ттр не так прост да ну потому что атрибуты то и функциях одинаковые но когда мы посмотрели здесь что все таки атрибуты подчиняются неким каким-то законам потому что как ни крути нет атрибута чего-то не хватает но тем не менее операции мы обходными путями при помощи чего зная как надо это объяснить вот эта вот вещь ну давай посмотрим еще вот так вот тут еще сделаем так а плюс б смотри так стоп что я здесь не сделал здесь мы бфанк 3 о не знает что делать да не знает давай посмотрим сделаем так все равно не получится чего-то не хватает где-то это понимание у нас еще немножко как вы видите не допирает да очень простые вещи очень простые вещи но настолько на поверхности что просто даже и не знаешь за что зацепиться да это в начале так и будет здесь очень четко очень четко определяется да что исключение связанное с типом так давай попробуем вот так сделать давай еще так попробуем так попробуем вот тут это не получается что интересно теперь вот что интересно получается смотри а вот это получается давай убирать тут все получается а тут нифига не получается хотя попробуем сделать где у нас фанк 3 но без без скобочек мы не говорим что это функция но фанкшн оно определяет что это функция а вот так лох-профи 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 все миш и вот я понимаю ты огромный молодчина и вот у тебя вот с одной стороны да плюнь ты все декопирует люди код я удивляюсь тебе даже сказал бы просто ну не обидишься суноты я сказал бы и вам тысячу раз Михаил считает что ты я говорю вам да но просто говорю вот у тебя с одной стороны есть лузер с другой профессионал вот ты выбираешь профессионала и вот копаешься копаешься и я тебе показываю вот этот вот фотоаппарат раз 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 почему так происходит ответ написал вот тут у тебя правильное начало классов да а вот с этих всех вещей начинается то что я показал очень простые вещи с которыми надо поиграться да ответы очень простые они настолько на поверхности но я их не проговорю получается нам надо определить с чего мы будем исходить мы сейчас не брали тем более Миша смотри в классах все немножко проще но ты будешь сталкиваться и с функциями а тут немножко все по другому поэтому и поэтому я тебе и задал такие вот простые кажется вопросы да чтобы ты на них ответил начинается все здесь это объекты почему да ты все это я видел это у тебя в коде но одно дело когда ты пишешь вот в общем ты понимаешь да это класс и второй момент когда мы там написали с тобой в начале урока ты видел да мы написали что просто взяли некую ключевое слово которое ничего не присваивали и это объект то есть нам сначала если вы хотите вот здесь разобраться да сначала вам надо соединить две вещи объяснить вот ту вещь то есть объяснить первое вот это объект и здесь некое ключевое слово пусть это у нас будет ре е да без ничего без присваивания и это я спрашиваю это объект сначала давайте разбираться объекты и прежде чем ответить это объект или нет вы должны мне рассказать что такое объект или себе в первую очередь а потом надо посмотреть на то что вы начали делать да правильное определение классов к функциям надо идти отсюда сейчас отсюда то есть вот с этих двух законов теперь надо пойти почему если мы экземпляр можем опустить то ссылка на атрибут в любом случае и потом думайте да думайте принципиально ведь класс это функциональный объект а вы отвечали на этот вопрос возможно забыли что это такое тем не менее я вам также показывал пример где у нас аннотации да не аннотации а все методы которые прекрасно работают каким образом они работают они работают как атрибут а ладно пока хватит миш я знаю что здесь можно запутаться поэтому поэтому я и сказал изучение классов я подразумеваю это работа с атрибутами и ссылками все все остальное наследование и вся прочая это то что можно почитать за 15 минут и применять сразу это ерунда методы дандера это несложная вещь просто знаешь что делаешь а вот порядок навести с объектом сейчас самое время вам самое время помните я говорил вам рано рано сейчас время ладно и так много времени задание я постараюсь вам не давать большим сейчас хотя не сильно то получается учитывая что вы еще не доделали потому что самое большое для вас будет принцип соли да тот класс вторая вещь это то где мы с включениями работаем как я сказал желательно с джанго например свяжите это что мы проверяем самим методом супер я вам тоже проговорил ну никак нельзя потому что просто потом я забуду скажу честно вот я его увидел сейчас и сразу его надо брать всегда раньше давал в начале последователь все равно получается раздутые задания и плюс еще вот эти все гадалки да миша ведь тут можно плюнуть да ну и лузер и хрен с ним ну ведь большинство программистов ну нахрен это все нужно вот надо ему ой молочи ну ну тут пять но за задание из-за исключения кол с минусом все молодец ну а теперь это я все вот сейчас про лузера это ребят я в шутку говорил на самом деле любой человек может разобраться я такой же лузер как и все я себе ставлю всегда двойку потому что я очень через много лет к этому пришел а он миша молодец он сразу к этому пришел правильно сделал вот этот человек где я показывал да тоже вот он стал начальником там большим тогда только начал разбираться что разница оказывается там не буду искать между атрибутами поэтому здесь нам надо себе задать вопрос я хочу быть в этом самом долбанном программировании лузером или все-таки профессионалом вот здесь для ребят такой простой такой простой ответ который Михаил уже этот барьер преодолел еще раз повторюсь чего я хочу открыть нет не это описание кода описание кода описание кода описание кода это чтение кода это первая задача это первый необходимый шаг к тому чтобы начать писать код при этом четко осознавать смотрите сколько вылазит вещей принцип солид выпадает объект начинает вот быть жизненно необходимым только тогда когда мы поставили разделили что класс имеет два вида операции ссылка на атрибут создание экземпляра и тут мы проваливаемся к обычным функциям и получаем в лоб сразу же в лоб потому что законы перестают работать чего-то не хватает вы видели навести надо порядок простым очень вещами простым размышлением как я сказал в первую очередь разобраться с объектом вот и до и это все потом потянется к методам упусти это методы бесполезны то есть типы данных выпадут опять надолго и навсегда у Миши все идет правильно ладно Миш и так но теперь был вопрос по первоклассным объектам но хочешь не хочешь придется подгружать еще одно занятие задание здесь я посмотрел вы написали все верно первоклассный объект присваиваем при ней функции метода класса присваиваем ссылку на объект и показываете да я вижу ой Миш ну молодец ну что мне сделать ну не знаю ну вот ну вот прям взять и сказать что вот на тебе торт молодец Миш вот на тебе там ну не знаю там ну вот пощери себя Миш чем-то вот что ты любишь да экземпляр класса является значением вот оно молодец я вижу понял но тут надо проверка тебе самому надо поэтому открывай луа находишь так луа миш здесь все немножко коварнее потому что в gs там вообще все на этом построено все-таки надо посмотреть луа тогда будет понятно наверное gs получи открываешь луу находишь вот луа точка оргсайт дальше берешь документацию там найдешь на русском версия здесь не важна в данном случае хоть сейчас 5.4 но можно брать 5.3 потому что этот принцип будет работать в любой версии здесь есть фраза которая нас интересует в данном случае к твоей теме которая очень важна так все значения луа первоклассные это означает что все значения могут быть сохранены в переменных и переданы как аргумент другим функциям возвращены результаты мы по-моему уже нечто похожее у тебя видели да да но я бы тебя попросил сейчас переключиться а ну вот я тебе давал просто я уже сам дал теперь проговариваю полоза дать миша это архиважно сделать я даже покажу возможно я вас пытаюсь все втянуть то ввим то вима и макс смотри что я вам порекомендую сделать мишу набери нв чет и найдешь вот такой это от невады короче хлопцы с невады здесь это не в этом это одежка для неувим довольно крутая вот так она выглядит то есть нажимаешь пробел и допустим нам надо вот дерево да то и поехал да то есть все простые совершенно настройки но это если захочется сейчас тебе это не надо здесь у него очень интересные примеры простые совершенно и довольно объемные потому что человек в лоо соображает прекрасно я бы хотел чтобы ты заострил внимание на лоо что здесь есть типы данных такие когда вот ты сам разберешься когда можно все заменить одним махом именно поэтому лоо прекрасно работает с настройками нравится то есть это прекрасно будет работать в любом языке лоо ведь можно подгружать к любому языку безописное соединение например ты взял один написал класс который будет иметь определенный настрой который там вычислил к программе потом второй класс другое вычислил третий потом к этому можно подключить искусственный интеллект он будет анализировать но лоо прекрасно справляет с такими вещами чтобы очень много вещей переключить раз одним махом так вот тут чтобы быстрее понять лоо проделай эти эти примеры обязательно обратим на то что я сказал от твоей темы осносящиеся вот этот код я бы хотел чтобы ты написал лоо то есть вот это то что здесь обозначает это значит могут быть сохранены в переменах передных другим функциями возвращены как результаты пропиши лоо коротко и ясно что касается именно первоклассных переменах здесь я вижу разобрался но на самом деле все намного глубже потому что есть определенные особенности да принцип вот я увидел что ты понял принцип что это значение все этого достаточно а здесь вот именно то что ты понял это и пишется это означает что все значения могут быть сохранены переменных все правильно ты подметил значит может быть и класс и функция и вообще все что угодно все хватит межзаданий но придется рассмотреть до конца здесь я увидел был вопрос как мы пишем принятие решений по написанию собственного кода эта тема большая но тем не менее сегодня у вас один пробел устранится миш смотри все что здесь написано ты размышляешь верно но допустим вот то что мы обсуждали то что мы ты будешь работать с принципом соли вот тут он должен вбить потому что когда ты станет вопрос как я буду писать код вот там тебе надо будет принцип соли здесь сам замысел он у тебя начал развиваться правильно я вижу простое объяснение программы написаны реализуют метод наследования класса то есть расширяя за счет своего класса иными словами бокс коробка мы в нее добавляем это можно увидеть документации посмотреть в исходном коде нам нужно что документация исходная код для того чтобы принять решение на написание своего собственного кода вот михаил я вижу уловил вот этот вот замысел пишем свои функции исходя из логики нашего приложения расширяя или переопределяя методы базового класса абсолютно верно всегда в базовом классе есть все что нам надо если еще соединить документации то вообще уходит одна минута так насчет конструкции нам еще придется допустимого здесь где допустимого здесь как раз то что мы говорили первые четыре конструкции которые в данном случае вообще тебе нужны сейчас это if else try except все пока все остальное по необходимости так ну просто очень много заданий миш у меня здесь есть вопросы но пока бы я не хотел на них отвлекаться потому что надо порешать вот эти все вещи да они важнее сейчас иначе у нас не получится и собственный код писать задумки правильные комментировать пока не буду дальше потому что очень раздутое задание получится миш ну опять где исключение ведь первоклассные объекты могут иметь исключение чтобы их понять точнее ну ну вот что мне сказать ну кол с минусом два минуса нельзя поставить ну плохо что вот это забывает плохо план изучения атрибутов мы сегодня подкорректировали уже да то есть у тебя появилось еще больше вопросов на самом деле миш на том уровне его он уже мог бы пойти на работу потому что уже знал бы больше чем многие там работающие то есть по сравнению с людьми которые не бывает в документации исходном коде а через чипа только копируют код но но как вы видите все намного сложнее конечно если брать то что там Дима сегодня пишет на нескольких языках если брать того же Икарсон то правильно я так понял что вы идете в ту сторону чтобы идти и так а остановиться не получится Миша сразу говорю потому что все будет не устраивать ну я вижу вы настроены прекрасно пока мы немножко разработку опять придется нам это двинуть давайте эти вопросы ну важно я думаю ребятам будет важно и вам важно принятие решения написания собственного кода у нас оно немножко изменится с написанием solid второй момент там мы дошли до то что на основе это правильное да размышления дальше мы уперлись пока оставим ладно там надо немножко больше практически я просто понимаю что да сейчас вы правильно на основе но это надо еще и писать сам код да что у вас уже потихонечку начинает получаться я видел что вы прислали ну ладно и типы данных вот это то что на чем мы можем средоточиться и в принципе то что я вначале говорил что по объекту вот сейчас это то во что надо сейчас вгрызться да потому что соединить экземпляр объект да и методы да методы типов и тут это все полезет наверх либо мы будем понимать либо не будем третьего не дано но мы будем но там все на поверхности и все связано в работе отлично ну пока все мышь извини но сегодня получилось довольно сложноватое задание но еще раз позволь мне самое важное чтобы ты сделал не забыл во первых вот это вот околечиться все попробуй так поиграться и переосмыслить потому что лови момент физику вспоминай да вот тут в этом моменте когда ты работаешь в последствии если что-то там позабыл вспоминай физику со школы да прежде чем там начать чего-то там прибавлять отнимать нам надо привести к чему-то общему километры километра ну и так далее помнишь да здесь типа поиграйся и подумай что где определяет потому что с одной стороны вроде все понятно поэтому сначала надо ответить про объекты про объект но теперь я видел у тебя там все вроде бы есть но надо сейчас конкретно потому что вот ты берешь приводишь бас получается как я показывал бас не получается когда мы говорили да вот в том моменте прибавляли в одном моменте прибавляется другом не прибавлять что изменяется начальные условия условия изменяется что поменяется да второй момент второй момент второй момент по атрибутам продолжаем вот именно определить на тот момент да я тоже у тебя видел каким образом здесь получается у нас значение вообще потом про объекты то есть мы берем объект присваиваем берем некое ключевое слово которого нет ничего не присвоено но один из важных не самый важный вопрос постелось и множество потому что получается вообще ерундистика здесь да где мы говорили где оно делось есть твой раз хоть ты убей не могу найти ну не удалил же я это все нет 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 здесь должно быть то есть понимаешь да вот сразу полезло то что минусы во первых принцип соли полностью отсутствует во вторых вот эти те вещи которые мелочи я говорил иными словами сегодня у тебя нет голове руководства что определяет тип да то есть ты совершенно спокойно объяснил с того что понял да не вложил не солит ничего и дальше когда с типом у нас путаница то дальше в принципе какая разница получилась получилась ерунда вот именно поэтому 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 миш смотри и именно поэтому сначала надо разобраться а вот эти вопросы в конце концов те должны поставить что определяет операции да понимаешь разница в том что когда мы прочитали мы это понимаем да я понял да как я научился едет на пока это на уровне да прочитал знаю все но не применяю ну по супер и по лох первоклассные объекты все таки оно должно быть в крови и кстати в той функции которую я дал в жанга там как раз часто там есть этот принцип применения первоклассных объектов с домашними зданиями давай кол с минусом из-за исключения